Всем привет! С вами Кейн. Добро пожаловать на прохождение Сноураннера. Как всегда, я немножечко подготовился уже. Сейчас мы находимся на Смитовской дамбе. Возьмем прицеп этот, теновый. И поедем на болото, на островное государство. То есть, островное озеро. Перепутал я. Немножечко я подготовился в плане того, что это как бы только первое этап нашего задания. Нет, второй этап. Там надо будет доставить еще материалы. Для того, чтобы выполнить это задание. Разумеется, я это все уже подготовил. Потому что везти это очень издалека нужно. Поэтому я уже немножечко подготовился. Также я планирую пройти немножечко на Хаммере. Там мичиганское испытание. Тоже весьма, мне кажется, интересным. Ну, как интересным. Добзадачка как добзадачка, но все же интересно пройти. Взял наш этот вездеход, поскольку он самый лучший в проходимости и скорости прохождения. Поэтому взял его. А вот, вот-вот, это то самое, о чем я говорил. Вот наши материалы, которые нам также понадобятся. Итак, сейчас мы... Как всегда сделаем наш лайфхак. Перемещаемся одновременно на двух машинах. И в дальнейшем так же само доедем тоже на двух машинах. Ну, я так планирую. Но это не точно. Так. Заранее, да, я съездил. Забрал металлические балки и бетонные блоки. Не обошлось, конечно же, и без переключений. То есть, одно колесо я просто уничтожил. Подвеску почти уничтожил. Сейчас я вам покажу. Со смитовской дамбы. Ну, вот. С этого склада я вот так вот по серпантину вот здесь вот переехал и доехал сюда. на нашем вот этом чудесном неповоротливом переворачивающемся грузовичке. Так, давай подтянем. Вот так вот. И... Ну, в общем-то, доехал, да. Но... не без приключений. Ну, и довез, конечно же, наш материал. Здесь также есть... То есть, следующая задачка, которую нужно будет выполнить. Ну, в компании основная. Она также будет выполняться на этой карте. на... Островном озере. Это... Но там нужно будет много металла. Этот металл мне придется вести аж от... Да ладно. Ты застрял? Не может такого быть. Ничего себе. Слушай, ну придется бросить тогда. Этого. Я не ожидал, что он застрянет. Здесь. Ведь он весьма быстро едет. И хорошо проходит такие грязевые места, как... Что он тут застрял, мне, кстати, удивило даже. И, кстати, очень плохо то, что... Угу. Попробую, наверное, вытянуть вот так вот его. Уууу. Фак. Вот этот теновый прицеп, он может просто перевернуть и меня перевернуть, сам перевернуться и меня потянуть. Попробую отцепить. Ну, нифига себе. Это вообще бред какой-то. Ладно. Ну-ну-ну, не надо. Не надо переворачиваться. Пробуем так. Как-то потом привод. Что ж. Видимо, придется по одному как-то перетаскивать это все. Тихо-тихо. Распрыгался. И, да, вот-вот-вот-вот вот эти вот места вот где опасно так заезжает и переворачивается практически. В общем, сейчас доедем сюда, потом довезем тут. Здесь также есть много прицепов, которые я, как бы, тоже планирую забрать, поскольку, ну, нафига не тут надо. И затем там откроется, по-моему, еще три задачки в другой компании, которые закрыты сейчас на данный момент. Это будет уже завершающий. Отличный. Вот, этап завершен. Теперь мы возвращаемся к нашим баранам. О, кстати, вот там тоже было написано, что вот колесо полностью уничтоженное. и подвеска, как вы видите, тоже у меня очень сильно повреждена. Кстати, на нем я что заметил, когда ехал через те болота, в общем, только задний привод получается. Передний-то не рабочий. Переднего у него нет. В общем, вообще, даже подключаем его. Так что... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не переворачиваемся так что его проходимость уже под вопросом поскольку чисто на заднем если ехать это не особо мне кажется интересно ну хорошим в плане проходимости то что у него 4 места есть ну тоже такое же себе можно взять даже наш вот этот вездеход то есть либо лафет на него прицепить через низкое седло либо же взять просто на него кузов поставить и потом еще прицепить прицеп поэтому те же самые 4 места и будут тут ну в общем не знаю такой себе грузовичок плюс к тому же он сильно такой неповоротливый он ну блин крайне такой он длинный и не поворачивается вот как я вот об этом и говорил зараза вот что вы понимали что я не выдумываю что это чисто такой вот блин ну давай же нравный короче этот своенравный тягач поэтому я же говорю что лучше взять другой как-то его оборудовать ну то есть я же говорю либо через низкое седло и прицепить к нему полуприцеп либо же взять кузов и на этот кузов ну и к этому кузов через фарков прицепить еще один прицеп и будет вот вот так вот и будет точно такой же по грузоподъемности отлично выполнили задачку ну в общем я не в восторге от этого возможно он мощный да там 16 цилиндровый V-образный но короче не знаю я бы не светл на нем где-то что-то пытаться проходить если там есть такие узкие труднодоступные места ну а сейчас наверное посмотрим прохождение на хаммере мичиганское испытание в общем решил я пройти мичиганское испытание там рекомендуется конечно скаут но хаммер это наш самый лучший скаут он у нас выведенный в топ прокачанный по максимуму подвеску я поставил низкую поскольку она ему все равно не нужна высокая ну и колеса тем более все равно здесь стоят как бы стандартные родные его колеса поэтому не вижу смысла в том чтобы ставить высокую подвеску поэтому ставил обратно низкую во-первых так возможности перевернуться меньше ну и по проходимости это никак не влияет тем более здесь есть достаточно большой запас топлива ремонтных запчастей и даже запасное колесо в случае такого серьезного повреждения именно самого колеса поэтому прохожу на нем какие красивые виды да ты шо и на дамбе прямо да ты шо сказка хорошо что у нас не ограничивают по времени можно рассмотреть все эти красоты тем более кстати хаммер он выглядит так просто ну вот именно как как крутая такая тачанка коробочку я поставил магистральную по-моему в общем шестиступенчатая не пятиступенчатая шестиступенчатая с неохотно я убрал сколько она мне ну явно не нужна здесь он и так хорошо здесь справляется здесь что на камыши эти на болото хороший тоже вид ну и плюс у нас визуально так хорошо прокачан вот эти вот бампера так тут мы проедем проедем в общем хаммер можно же найти на аляске я уже об этом показывал говорил весьма стоит ну изначально то есть у вас там будет обучение а потом вас будет странно что он перевернулся ну ладно то есть так он не хочет хорошо ну что ж поставили его на колеса да мичиганское испытание я понял нужно проходить аккуратнее но в любом случае по устойчивости он самый лучший из тех скаутов которые есть кстати вот удлиненная лебедка пригодилась да нам вот сюда ну и мне кажется вот это вот красные черные элементы вот просто шикарно ну возможно то есть если там взять другие желтые там или еще какой-нибудь цвет то есть ну в принципе тоже будет наверное неплохо но мне вот очень нравится такая вот компоновка ну колеса то есть рекомендуется брать только с цепями чисто для Аляски но это только так для Аляски а так в целом все в принципе у него у него хорошо а тут у нас ой шикарный вид да всю долину видно да ты шоу класс а я думаю съехать вниз туда и потому холмушу слева вот это хребту забраться наверх съезжать конечно же надо аккуратнее поскольку мы уже один раз перевернулись нам повезло могли бы обратно уже и не встать колеса но все-таки хаммер есть хаммер ну правда модернизации на него да там придется искать именно в глубинах Аляски там где они не обозначены это скрытые короче улучшения я в принципе в предыдущем видео там их показывал вот и все правда не знаю тут по-моему виды особо никого нет итак тем временем после прохождения Мичигана продолжаем на болотах этот прицеп я уже нашел вот здесь вот он стоит уже с металлическими балками также есть по карте вот еще один прицеп и где-то здесь еще тоже а вот он расположен нам нужно доехать до вот этих всех трех точек и довести туда металлические балки до дно я уже доехал уже с прицепом который был с металлическими балками теперь мне нужно просто будет доехать до склада взять там две балки как раз в этот прицеп который вмещает в себя эти две балки но также можно просто доехать до каждой из точек и там взять прицепы уже с ну на карте которые стоят уже с металлическими балками их довести и ну и не тратить короче как бы время на езду на склад за балками и потом развозить их по точкам ну я в общем так наполовину так и сделал то есть нашел ближайший прицеп с балками довез его до ближайшей точки и теперь еду на склад возьму там две балки и проеду опять же по точкам причем одна точка там очень близко со складом другая там но она близко короче с другим прицепом который тоже есть с металлическими балками ну трогать его как-то я не хочу пока что пока он там стоит и стоит возможно потом он нам понадобится ну и в любом случае у нас теперь есть этот так я же правильно еду я еду правильно да вот вот склад и от склада вот есть еще одна точка и здесь есть ну можно взять в принципе будет просто вот этот прицеп здесь как раз две точки то есть балки чтобы не тарабанить его туда-обратно наверное так и сделаем но все же до этой точки надо доехать вот этот наш вездеход весьма себя хорошо показывает вот на таких болотах то есть проходимость здесь крайне сложная на этой карте но он в принципе очень таки хорошо справляется с этой задачей поскольку ну пока что он без груза но тем не менее все равно он достаточно хорошо проходит эту местность на по-моему да на островном не на островном а на смитсовской дамбе короче там я нашел этот один из наших грузовиков которым я проходил изначально в общем колеса ему конечно же поставил все поставил но тем не менее прокачанный он очень плохо проходит по вот такой вот местности но на нем я все же задачи выполнял ну то есть здесь на болоте пытался старался ну на нем тяжеловато конечно же было но на вот этом монстре то есть вообще в легкую то есть можно проходить я по-моему показывал уже когда мы играли на Аляске я показывал где я его нашел в предыдущих сериях и да я показывал где я нашел хаммер и где я нашел этот вездеход они весьма облегчают прохождение игры поскольку хороши в плане своих характеристик но опять таки же не забывайте что нужно прокачивать прокачивать в каком плане в том что нужно поставить резину да иначе прохождение будет не очень так на металлические балки я думаю взять одну доехать вот сюда до этой ближайшей точки наверное цеплю прицеп поеду туда прицеплю тот и им же отремонтирую ту точку и вроде как после ну это уже последняя задача в этой компании то есть и после ее выполнения так полагаю нам откроется следующие три задачки в другой компании которая сейчас под замком и приступим к их выполнению но уже скорее всего в следующей серии здесь кстати на болтах много всяких прицепов там особенно бочек ну как цистерны с топливом поскольку здесь нету заправок так и надо подъезжать к этим бочкам к цистернам этим и у них заправляться отлично где тут ближайшая вот ближайшая мало цистерна но я думаю мне хватит чтобы доехать туда и обратно если что как-нибудь заправимся вот кстати еще одна есть и вот еще одна есть в общем достаточно много их поэтому переживать думаю не стоит но у нас мало топлива и я как бы не уверен что хватит но возможно нам хватит выполнение этой задачки нам хватит а затем я поеду заправлюсь и дальше продолжу выполнять никуда не эвакуироваясь в гараж поэтому нужно следить за запасами топлива и продумать маршруты что что-то можно было вред дерево продумывать свои маршруты так чтобы хватило топлива и хватило времени возможности доехать до цистерны заправить машину так куда я заехал правильно ну вот сюда по этой дороге сюда мы доедем правильно правильно да дорога там я вижу не исследовано тихо ну как раз заодно и следуем улучшение все я понаходил машину улучшение все здесь и нашел так что просто это дорога не было мною пройдено потому она закрыта ну не исследован смысле область на карте ну вот представилась оу надо же к сожалению в нем нету топлива то что нам нужно но есть ремонтные запчасти то есть нашли еще один прицеп который можно будет продать получить за это деньги и тем более еще и опыт получили топливо топливо в цистернах то есть если будете заправляться в разных от разных цистерн топлива здесь на карте хватит для того чтобы ее полностью пройти то есть все задачки на этой карте на после прохождения соответственно можно будет просто взять эти цистерны попродавать и уехать ну там допустим на аляску если вы начали проследить мяча о надо такой же и самый прицеп распаковать груз так хорошо иначе то не упакованы значит не выпадут щас доедем тут недалеко ну по карте было недалеко вроде как а ну да так оно и есть так что все я правильно сделал ну и соответственно здесь я наверно его брошу же и поеду заправлюсь ого отличный уровень повысили денег подзаработали отлично теперь смотрим проходили мы вот это последняя задача лэб все мы здесь прошли теперь в этой кампании нам открылось а нам открылось только одно задание которое мы пройдем в следующем в уже выпуске и есть еще два которые также сами откроются то есть нужно доставить буровое оборудование три штуки отсюда вот сюда ну либо же вот отсюда то есть с разных мест вот так вот ну ладно это уже будет в следующем выпуске всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пишите комментарии и не болейте не скучайте всем пока пока Продолжение следует...